Привет! Как настоящая кайфушница, я всегда стараюсь заниматься саморазвитием, качать скилл и работать так, чтобы это приносило удовольствие. И, соответственно, я пытаюсь прокачать скилл, занимаясь любимым делом, смотря мультфильмы и делая скриншоты из аниме. Что же из этого получилось? Вообще, когда я проходила курс в нитологии по специальности мультипликатор-аниматор, нам сказали, берите оскароносные фильмы, зарисовывайте кадры и учитесь композиции. Анализируйте, чтобы это все в вас входило при рисовании набросков. И также, подумав, преподаватель сказала, также мультфильмы подойдут, потому что мы знаем, что аниме, например, рисуют художники очень высокого класса, и более того, часто там какие-то ракурсы, сцены, эмоции гипертрофированы. И, соответственно, вот, чтобы это все в меня вошло, так как я очень люблю рисовать аниме, я решила совместить приятное с полезным и начать это делать наконец-то. Вот у меня здесь сцена из ходячего замка Хаула, и сначала я делаю набросок капиллярной ручкой фиолетовой, затем очень сильно размываю ее водой. Спустя минуту-две прохожусь просто сверху перьевой ручкой. У меня ручка Паркер, мне когда-то ее дарили, спасибо этому человеку, мы с ним давно уже не вместе, да и какие-то воспоминания от этих отношений остались смешанные, не сказать, да, хорошие, плохие, там, не знаю. Повлияли ли как-то на меня эти отношения, но вот такой подарок классный, он как-то оставляет все-таки после себя очень приятный такой шлейф. Так что спасибо этому человеку за классный подарок, там еще был кожаный блокнот в комплекте. Вот это мой сет акварельной краски, в основном невская палитра, так как я ее еще все не могу изрисовать. Немножко пинокса, немножко рембрандта, шминки, в общем, полная сборная солянка. Кисти семерка, четверка, единица. Начинаю я работу с того, что покрываю абсолютно все части рисунка плоскими заливками. Блики и тени я буду добавлять позже. Обычно я не использую белила, просто очень-очень сильно развожу краску водой. Но сегодня что-то захотелось, и так как я отношусь к этому процессу, именно как к развлечению, медитации, арт-терапии, к хобби, то я позволяю сделать себе абсолютно все, к чему у меня сегодня лежит душа. Небольшой дисклеймер будет скакать экспозиция. Дело в том, что я решила сегодня в кои-то веки порисовать не при искусственном свете, а сидя на балконе при ярком дневном солнце. Но началась гроза, ливень, потом снова вышло солнце, и получилось как всегда. Что касается сюжета, и именно этого мультфильма, он же древний, как я сама. Ходячий замок Хаула. В общем, я его пересматривала раз 10-15 с разными людьми. Если кто-то из моих близких людей его не видел, я старалась показать и посмотреть вместе. В общем, как и Гарри Поттер, как Властелин колец, как сериал Друзья. Вот это все. Я считаю, что этот мультфильм гениальный, и поэтому я очень долго не хотела слушать книгу, ну или читать. Однако, так получилось, что мне нужно было очень много убираться, прям чуть ли не два дня подряд. И это, конечно, очень скучно, и может это хоть как-то скрасить только классная аудиокнига. В общем, я послушала «Ходячий замок Хаула», и теперь рекомендую его всем. Мне нравится, что герои более сложные, как Софи, так и Хаул. Хаул вообще показан каким-то демоном, но и в принципе это логично, ведь у него не было сердца, так как он отдал его кальциферу. То есть он вел себя просто как полный, извините, как бы это сказать, чтобы никто не поругался и Ютуб не заблокировал. Ну вы поняли, да? С девушками поступал себя очень некрасиво, и сам от этого страдал, и ничего не мог с этим сделать. Ну, то есть в мультике такого не было, в мультике он любит Софии, видит ее красоту и так далее, он ей верен. А в книге, во-первых, там один из выходов замка попадает прямо, переносит нас Уэльс. То есть Хаул, получается, это чувак из нашего мира, который стал магом, попал в параллельный мир, и там вот это вот все провернул, замок, сделка с кальцифером. В общем, если вы смотрели мультик, то это не будет для вас спойлером, просто как такие новые детали. А если не смотрели, то, возможно, стоит прямо сейчас выключить, посмотреть мультик, либо прочитать книгу и получить колоссальное удовольствие и просто топовейшие эмоции впечатления на всю жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, там есть дополнительные персонажи, и они тоже безумно крутые. Они тоже ничуть не менее яркие, чем сами главные герои. Основное отличие также в том, что Миядзаки пацифист, и он вот эту антивоенную тематику тащил через весь мультфильм, и в книге вообще такого нет. Там сделан акцент именно на личных переживаниях. Вот здесь видно, как течет контур чернил, так как они не водостойкие, но мне это как раз-таки очень нравится. То есть вот эта кромка, которая появляется на границе заливки, она дает живописность, которую аниме-стиль и мультяшный стиль как раз-таки исключают. Ну, если где-то очень сильно натекло красным, то, чего не должно быть, всегда можно это подчистить кисточкой, убрать, отмыть и сверху положить то, что нужно. И получится тогда, например, цвет кожи просто с красновато-розовым подтоном. Вообще, я, честно говоря, не думала, что когда-нибудь нарисую этот кадрик, но он был сохранен у меня в айпаде, так как я все-таки рисую что-то более сложное, какие-то более сложные ракурсы, более интересные композиции. Но все-таки здесь, во-первых, вид сверху, во-вторых, чем-то именно эта сцена, этот кадр очень цепанули. И потом, когда я анализировала, смотрела на палитру, вот часть палитры сейчас в кадре, что очень красивое сочетание цветов. Такой песочный, соломенная шляпа, желтый, фиолетовый, бирюзовый. И прямо даже палитра после работы получается очень красивой. Также, когда рисуешь очень много именно графики, цветными карандашами, то в какой-то момент начинаешь скучать по акварели, хочется повозюкать кисточкой и красками по бумажке. И тебе хочется чего-то очень простого, вот как эта сцена, да, по сути, очень простой ракурс. Такой колобок с головой, лица не видно, ничего не нужно прорисовывать и какой-то интерьер. И вот теперь цель всей моей жизни – это найти и купить себе этот ковер. Ну или хотя бы очень похожий. А может быть, вспомните, как ткутся гобелены. Мы в художке когда-то реально ткали гобелены на станках. И сделать себе такой ковер, потому что он очень красивый. Я себе так представляла какие-то ковры балканских стран. Не знаю, правда это или нет. Если знаете, то поделитесь. И вот на оригинальном кадре голубая часть имеет на себе такой цветочный орнамент. И так как мне хочется релаксовать, не хочется нервничать, напрягаться и что-то прорисовывать, я просто намешиваю максимально гранулирующие краски. Кобальт, цирулиум и что-то еще, не помню, врать не буду. И теперь маленькой кисточкой, единичкой ставлю такие капельки чистой воды. При распаде они образуют некое подобие чего-то там, как будто мелко-мелко вышитый орнамент. Ну, по крайней мере, для меня это работает как общее впечатление. Теперь я достаю из своей палитры восковой мелок белого цвета. Это то, чем я пользуюсь в последнее время, хотя никогда бы не подумала. Ведь я очень люблю маскировочную жидкость и раньше делала тейпинг. Но в последнее время как-то хочется все делать на легком, ненатужно. И поэтому я просто в месте, где блик на полу, очень сильно густо прокрашиваю белым восковым мелком и сверху положу акварель. Вообще на этом этапе нет такого, что получается что-то вау. Ну, а здесь секрет в том, что не нужно смотреть на работу в целом. Нужно просто вот систематично покрывать плоскими заливками все части рисунка. Потому что, конечно, до того, как не прорисованы еще блики и тени, это все выглядит очень так, непонятно. У меня в художке был очень сильный препод. И он как-то рассказывал, что есть такая техника, когда ты не используешь какую-либо систему или стратегию в рисовании. Ты просто следишь за тем, чтобы твоя кисть оставляла красивые мазки. И якобы в итоге, если ты концентрируешься на процессе, результат тоже будет таким же эстетичным, как и вот эти маленькие детали, маленькие штришки, мазочки. Странно, что прошло... Сколько лет прошло, кстати? Ну, больше 20 точно, а я все еще это помню. Это круто. Но другой вопрос, что я так никогда это и не попробовала. Но жизнь длинная, может и попробуем, посмотрим. Ну, здесь уже видна проблема моей палитры, что у меня мало коричневых, мало темных. Это то, чем мне нужно будет заняться, как-то упорядочить свою палитру. И понятно, что вот недостаточно темноты там, где это должно быть темным. Я пытаюсь это все сейчас исправить. Кстати, в моей палитре есть черный. Вот реально черный такой, без оттенка. Потому что, хотя и говорят, что на Земле не встречается чисто черного оттенка, мне кажется, этим он и крут. Что когда тебе нужно показать что-то неземное, ну, в живописи космической это вообще незаменимый цвет. То тут как раз-таки черный и пригождается. Что касается этой иллюстрации, здесь я использовала серую пейна, смешивая ее еще с ультрамарином. Кстати говоря, минутка обратной связи, пожалуйста. Напишите, какой примерно хронометраж вы считаете наиболее привлекательным для таких видео, где люди рисуют, делают обзоры на арт-материалы, что-то тестируют, рассказывают. Потому что я вот наснимала на 30 минут, прошло 10 минут, и я уже не понимаю, о чем говорить. Потому что я вообще человек сам по себе не говорун, и скорее достаю это из себя для видео. Поэтому, если вам больше нравится видео минут на 10-12, пожалуйста, напишите, и я буду делать их реально намного короче. Вот как раз момент, когда потек контур там, где не должен был, перекрыл весь телесный. И я просто неаполитанская желтая, прохожусь поверх. И я, честно говоря, очень люблю кроющую акварель. Но я не люблю захламляться, потому что мне потом жалко, что все это лежит, что это замороженные деньги. И поэтому я предпочитаю рисовать тем, что есть. И если уж совсем мне что-то приспичит, или приступ шипоголизма, или какой-то прям цвет, вот как сейчас, например, мне очень хочется розовый. Потому что пошел цвет шиповника, какие-то цветы дикие в лесу, безумно красивые, и прям кислотно-розовые, фиолетовые. И понятно, что для пленеров этот цвет нужен. Ну а так, в остальном, ну то есть когда я ночую у мамы, у меня вообще палитра, по-моему, цветов на 6-7. И мне как будто их достаточно, и можно все что угодно из них намешать, и все что угодно нарисовать. Так что в этом плане я не считаю, что если у вас нет возможности постоянно покупать какие-то оттенки, или очень дорогие краски, или очень какие-то модные штуки, типа Opera Pink, или Potters Pink, то вы прям не сможете нарисовать. Нет, можно просто проявить какую-то смекалку, изобретательность, подумать, как это сделать по-другому. Мы, дети 90-х, не привыкли к такому разнообразию рынка. Потому что, я помню, было иногда сложно купить даже бумагу для акварели. Мы в художке рисовали на обычном ватмане, потому что было понятно, что это доступно, и легче гораздо это найти. Краски были самые обычные детские. То есть, я из Южного Казахстана, родом, в 15 лет переехали мы в Питер. И в маленьком провинциальном городке под названием Шимкент вообще, по-моему, штучно завозили краски «Белые ночи». Далеко не во всех даже художественных магазинах они были всегда в наличии. И поэтому я реально таскала обычную детскую акварель медовую на уроке живописи. И не могу сказать, что как-то мне это мешало. То есть, все равно живопись была самым любимым предметом. Потом композиция. Итак, я уже добавила объем платью методом протирания, освободя от пигмента светлые части платья. Но получилось, что оно как будто атласное, какое-то блестящее. В оригинале этого нет, и мне это не нужно. То есть, потом я буду все это исправлять. Просто сейчас моя задача, как первый этап, покрыть все плоскости цветом. Сейчас моя задача добавить объем. И я буду добавлять цвет и тень. Потом, если что-то меня не устроит, буду это исправлять поверх. Теперь я буду прорисовывать тени, углублять места, где они самые сильные. То есть, этого нет на оригинале. И здесь моя задача понять, с какой стороны падает цвет, что довольно сложно. Потому что, с одной стороны, на вот этой фигуре Софии он справа, но сзади нее вот этот блик, покрытый восковым мелком, абсолютно четко дает понять, что там либо лампа, либо камин, либо окно. Я, честно говоря, по мультику уже не помню. Но моя задача подумать, где самые глубокие тени, и их нарисовать из головы. Теперь же, чтобы снизить немножко контраст между светом и тенью, я сверху глазирую платье таким неким усредненным оттенком, чтобы свет плавно перетекал в тень. Ну и вот, что у нас получается. Гораздо больше похоже на мультик. Теперь я вижу, что этот рисунок производит впечатление какого-то детского. Поэтому здесь явно не хватает теней, которые есть в оригинале, и эти тени теплые. То есть, они такие даже фиолетоватые, но мне не хотелось, чтобы тени спорили с платьем, поэтому я намешала такой приятный темный коричневый цвет. Опять-таки, если меня он не устроит, или я захочу все-таки фиолетовый тень, я всегда могу добавить это сверху. В этом плане я панк. Мне все равно, сколько цветов смешивать, сколько слоев класть. Вмешивать белило или нет, это вообще не важно. Какие-то правила, потому что, ну, я не профессионал, что с меня взять? Я рисую ради удовольствия, ради какого-то снятия стресса. И поэтому меня вообще не парит, получится цвет грязный или нет. Ну, не понравится, в следующий раз по-другому сделаю. Или вообще, как мы в художке делали, тоже прям носили под кран, смывали какой-то участок и клали заново. Бумага все стерпит, даже это. И вот я вижу, что стул слился с тенью, и поэтому мне нужно как-то его выделить. И я методом глейзинга затемняю абсолютно всю поверхность стула. И то, что мы делали с светотень, это не пропадет, потому что все равно из-под прозрачного слоя акварели при высыхании это будет заметно. Ну, все, основное мы сделали, теперь у нас мраморная столешница, то есть она какая-то то ли каменная, текстурная. И опять-таки, так как мне лень это все пририсовывать, я просто беру гранулирующие краски, цирулиум, охра, и получился такой зеленый, зеленый, какая-то жижа. И чтобы сделать его более серым, я подмешиваю фиолетовую манженту. И сейчас с большим количеством воды буду накладывать на стол. Помимо того, что грануляция это очень модно и очень красиво, это еще и очень функционально и колоссально упрощает жизнь. И я пробую под разными углами вмешивать капельки воды, чтобы они стекали в разных направлениях. И получалась текстура камни. Теперь нужно добавить падающую тень от предметов, которые стоят на столе. И это придаст такой больше атмосферности и чуть больше реалистичности. Вот что получилось. И по мне немножко мыльно выглядит, потому что у нас водорастворимый был контур, то есть чернила поплыли. И сейчас я думаю о том, какая же часть этой композиции самая важная. По-любому это шляпка, так как она в центре, она на голове. Вот. Шляпка-нос и думаю, что руку также обведу повторно чернилами, чтобы придать такой эффект резкости, как будто мы навели фотоаппарат и сфокусировали на шляпке. И также фокус попала рука, все остальное немножко замылилось, а фон вообще такой, еле читаемый. После того, как я закончила работу, я спросила у своего парня норм или каля-маля. Но так как я уже сняла 30 минут видео, я понимала, что в любом случае это выложу. Он так посмотрел, посмотрел, помолчал, а потом сказал норм, красиво. Но пауза была подозрительно долгой. Но даже если это каля-маля, мне все равно нравится, мне нравится, что это живописно, мне нравится, что это сцена из моего, одного из любимых мультфильмов. Также я под огромным впечатлением от книги. И более того, давайте вернемся к сравнению. После того, как я прочла, мне захотелось пересмотреть мультфильм, почему я, собственно, к нему вернулась и нашла этот кадр. И я поняла, что в мультфильме также есть то, чего нет в книге. То есть в книге есть диалектика персонажей, более глубокая, дополнительные персонажи, есть крутые очень. И что касается мультика, там есть вот эта ламповость. То есть любая сцена нарисована так, что ты хочешь в ней оказаться, что она окутывает тебя уютом и вот этой знаменитой японской поэзии повседневности, когда простая готовка, уборка, просто выход на крыльцо созерцания мира, общение с людьми какое-то душевное, оно уже наполняет твою жизнь смыслом. Ну и, собственно, вот сравнение двух работ. Оригинал, Миядзаки, студия Гибли и акварельная копия. Это такой, можно сказать, фан-арт. И вот, что я делала до этого, это еще проще, это буквально 10-минутные скетчи, остров летнего лагеря, я большой фанат. И какая-то работа с пленера была, буквально тоже минут 20 зарисовка, пока собака сидит. Вот это мой скетчбук, Малевич, очень люблю эту фирму. Бумага подходит, дешево, сердито, и вот как выглядит моя работа вблизи. Текущий контур, я это обожаю, когда чернила подтекают, создают потон и живописные разводы. Да, грязновато, да, не очень профессионально, я все-таки в последнее время больше по графике была. и вот текстура мелка, кстати, если акварель где-то перекрыла, можно всегда это исправить, соскоблить ноготком, и проявится белая бумажка, то, что мы делали на уроках изо в школе и в детстве. Я надеюсь, вам было приятно, либо полезно смотреть этот вложик. До скорых встреч и творческих успехов! Субтитры сделал DimaTorzok